Они отдают спорту всё своё время, вмещают в сутки все 25 часов тренировок, не жалеют сил моральных и физических, получают травмы, переживают эмоциональные взрывы, забывают про родных и близких, перебарывают усталость, преодолевают всевозможные препятствия, иногда, кажется, нарушая законы физики. И всё ради того, чтобы однажды совершить невозможное, чтобы собрать всю волю в кулак и покорить заветную вершину, чтобы купаться в овациях и навсегда остаться в истории, чтобы быть быстрее, выше, сильнее. Любого спортсмена спроси. Все, конечно, участвовали в чемпионатах. Если взять бытность Советского Союза, то участвовали в чемпионатах Советского Союза. Все многократные чемпионы Европы и мира, но всё-таки все спортсмены, все участники, особенно, конечно, чемпионы и призёры Олимпийских игр, они отмечают Олимпийские игры, победу на Олимпийских играх. И каждый из спортсменов, он готов отдать все свои награды, завоёванные им в нелёгкой, тяжёлой, бескомпромиссной борьбе на чемпионатах мира и Европы за одну Олимпийскую награду. Олимпийские игры – явление особое не только в спортивной жизни, но и в жизни всего общества. Современные игры – это одно из важнейших событий для планеты. За право принимать у себя Олимпиаду в ожесточённую борьбу вступают целые страны. Победа в таком предварительном состязании чрезвычайно престижна. На проведение состязаний четырёхлетий тратятся миллиарды долларов. Во время трансляции церемонии открытий падает количество преступлений. Тысячи камер фиксируют каждое движение атлетов. Мгновение триумфа и горечь поражения. Почему же с замиранием сердца весь мир следит за этим спортивным действом? Это, можно так сказать, не искусственные соревнования, как чемпионаты Европы и мира. Они созданы искусственно, чтобы спортсмены соревновались и определялись лучше. А Олимпийские игры, они всё-таки носят такую культурную основу, имеют глубокие культурные корни. Они зародились в Древней Греции как праздник мира и прекращения войн. Можно сказать, что любой спорт, в том числе Олимпийские игры, они являются таким современным заменителем войны, где люди могут между собой соревноваться, но не убивать друг друга. Я думаю, что в настоящее время в связи с глобальными конфликтами, террористическими угрозами очень актуально. Как утверждают специалисты, Олимпийское движение на Гомельщине берёт своё начало в 1960 году. Тогда на Играх в Риме своё первое золото не просто получил спортсмен. Не просто записала в свою копилку область. Это было первое Олимпийское золото в истории Беларуси. Тогда, разумеется, она входила в состав СССР. С того дня прошло 55 лет, но многие помнят ту легендарную победу. Уроженец Гомельской области Леонид Гейштор в паре с брещанином Сергеем Макаренко в каноэ двойке на тысячеметровой дистанции стал Олимпийским чемпионом. И с этой Олимпиадой практически на каждых играх гомельские спортсмены показывали выдающиеся результаты. Гомельские спортсмены уносят достойный вклад в развитие Олимпийского движения и завоевание медалей на всех уровнях. В советский период участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх завоевано 195 медалей. Из них 83 медали высшего достоинства золотых медалей. Спортсмены Гомельской области завоевали в общем 28 медалей, из которых 8 золотых. Половину гомельского золота принесла нам гребля. В этом виде спорта на верхнюю ступень Олимпийского пьедестала в разные годы поднимались Леонид Гейштар, Николай Горбачев, Роман Петрушенко и Артур Литвинчук. С одной стороны это и продолжение той советской школы, и дополнительно вот уже новые ростки, те, которые пошли вот при суверенитете Республики Беларусь. Это потому что без старого создать вот сразу что-то новое невозможно. Это вот постепенный переход вот от старой к новой школе. Игорь Макаров, Алла Цупер, Сергей Смаль, Андрей Кравченко, Елена Рудковская, Антонина Мельникова, Олеся Бабушкина и многие-многие другие. Эти имена навсегда вписаны в историю спортивной жизни региона, страны, да и всего мира. Семеро представителей Гомельской области носят гордое звание олимпийского чемпиона. Пятеро принесли в копилку региона серебряные медали и 15 человек – бронзовые. Многие из них до сих пор живут рядом с нами. С виду простые люди, когда-то они совершили настоящий спортивный подвиг. А многие до сих пор борются за звание лучших, за самые высокие места на пьедестале почета. В Гомельском государственном университете имени Франциско Скорыны об олимпийцах знают многое. И неудивительно, ведь многие из них называют этот вуз своей альмаматор. В Скорыне есть даже спецкурс, на котором студентов знакомят с историей и философией олимпизма. И, конечно, гордость вуза – музей-лаборатория спортивной славы Гомельской области. В этих стенах собраны сотни экспонатов, по которым можно проследить развитие спорта в регионе на протяжении многих десятилетий. Здесь проводятся практические занятия, организуют экскурсии, сюда приходят известные атлеты. Существует, развивается, это музей-лаборатория олимпийской славы Гомельской за сегодня. И поэтому этот музей постоянно пополняется новыми экспонатами, новыми достижениями, кубками, медалями. Музей работает в университете давно, но 14 октября 2006 года была открыта обновленная экспозиция. Здесь есть вещи, привезенные знаменитыми атлетами со всех уголков мира. Некоторые из них – это сувениры из городов, принимавших Олимпийские игры. Иные отдавали потом и кровью заработанные медали, грамоты, значки, спортивное облачение. Здесь есть все – от автографов до кимоно самого олимпийского чемпиона по дзюдо Игоря Макарова. Одним из самых ценных экспонатов нашего музея является весло первого олимпийского чемпиона нашей области, Республики Беларусь, Леонида Гейштера. Потом Леонид Гейштер был студентом, а потом и преподавателем нашего факультета физической культуры. Который успешно сочетал занятия спортом с занятием, успешно сочетал занятия спортом и учебой, как и многие студенты, олимпионики, олимпийские чемпионы. Это БИП, который подарила олимпийская чемпионка 2014 года в Сочи, во фристайле, Алла Цупер. Она является выпускницей факультета нашего физической культуры. В 2005 году она его окончила. И когда она обучалась у нас на факультете, мы ее хорошо помним как такую успешную спортсменку, достаточно скромную, в то же время целеустремленную девушку. Она, между прочим, является участницей пяти олимпиад, многократной победительницей и призеркой многих этапов Кубка мира по фристайлу. И она рассказывала, что когда она поехала на последнюю олимпиаду, то ее, можно сказать, уговорили, поскольку она уже возрастная была дама. Но она приняла приглашение и приехала с золотой медалью Олимпийских игр. Конечно, это та победа, которую все долго ждали. Олимпийскому движению в Гомельской области всегда уделялось повышенное внимание, особенно во времена суверенной Беларуси. Еще 25 мая 1993 года по решению Олимпийского собрания образовано представительство НОК Беларуси по Гомельской области. Оно успешно реализует политику НОК в регионе, популяризирует олимпийское движение, его благородные идеалы, утверждающие в человеке духовную, нравственную и физическую красоту. В области успешно реализуется программа «Спорт для всех». В рамках программы проводится ряд интересных тематических мероприятий. Благодаря высокому организационному уровню, нестандартным формам проведения, привлечению к подготовке высококлассных специалистов на Гомельщине стали чрезвычайно популярными Единый Олимпийский день, легкоатлетические кроссы, международный легкоатлетический пробег колокола Чернобыля, легкоатлетический пробег Брагинская десятка, парусная регата на призы НОК Республики Беларусь, посвященная Дню Великой Победы, соревнования среди учащихся средних учебных заведений «Золотая скакалка», детские спортивные игры для учащихся начальных классов общеобразовательных школ «Олимпионик», областной конкурс «Олимпийский снеговик» на лучшую организацию активного отдыха в зимний период и прочие состязания. Представительство НОК выступило инициатором проведения социально значимой благотворительной общественной акции «Спортсмены детям», Сотни воспитанников интернатов, детей с ограниченными физическими возможностями, так называемых трудных подростков, получили прекрасную возможность встретиться со своими кумирами. Наши олимпийцы активно принимают участие в таких мероприятиях, создают свои школы. Это Игорь Макаров, есть своя школа, он проводит не соревнования, а тренировки, куда массово приглашают детей, которые смотрят, как напрямую олимпийский чемпион проводит эти мастер-классы. В Гомельской области разработана и реализуется программа подготовки к олимпийским играм соревнованиям, находящимся под патронажем НОК Беларуси. Особое внимание представительства уделяет поддержке высококвалифицированных спортсменов. По решению исполнительного бюро представительства названы и выплачиваются ежемесячные стипендии НОК Беларуси. В 2006 году в Гомеле введен в строй жилищный комплекс «Олимпийский Гомель», для олимпийцев и членов сборных национальных команд. Физической культурой и спортом в Гомельской области занимается каждый четвертый. Развитие олимпийского движения в регионе идет по строящейся годами схеме, начиная от детских спортивных школ и училища Олимпийского резерва и заканчивая индивидуальной работой с лучшими из лучших. Без этой системы подбора, выявления вот таких талантливых детей, в принципе, воспитания спортсменов высшего достоинства, которые могут защищать достойно страну на важнейших соревнованиях в мире, это невозможно. И отбор идет с самой школы, начиная от учителя физкультуры, до тех пор, пока этот талантливый спортсмен не попадает уже к нашим титулованным тренерам, которые делают из него уже великого спортсмена. Юные спортсмены пока еще только мечтают о покорении заветных вершин. Титулованные атлеты передают свой опыт. И есть те, для кого олимпийское золото – задача на самую близкую перспективу. Летние Олимпийские игры 2016, 31-е по счету, пройдут с 5 по 21 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Некоторые соревнования состоятся также в Белу-Аризонте, Бразилия, Манаусе, Сальвадоре и Сан-Паулу. Это будут первые Олимпийские игры, которые пройдут в Южной Америке, вторые в Латинской Америке после Олимпийских игр 1968-го, в Мехико и первые с 2000-го года, проходящие в Южном полушарии. Достойно представить свою страну на крупнейших и престижнейших стартах четырехлетия должны белорусские спортсмены. Всего основные квалификационные требования и нормативы для участия в Олимпийских играх 2016 года выполнил 61 белорусский спортсмен в 11 видах спорта в 39 дисциплинах Олимпийской программы. Задача при подготовке 31-й Олимпиады в Рио-де-Жанейро, она в принципе определена президентом Республики Беларусь, президентом Национального Олимпийского комитета Александром Лукашенко. Вот на совещании, которое состоялось 22 сентября этого года в Национальном Олимпийском комитете, где присутствовали легенды белорусского спорта и вот нынешние наши спортсмены. Задача была поставлена одна – завоевать такое количество медалей, которые было завоевано на последних стартах. Последние старты, если вспомнить, это Олимпиада в Пекине в 2008 году, Олимпиада в Лондоне в 2012 году, когда было завоевано 19-12 медалей. И самые большие вот такие старты у нас прошли в июле 2015 года. Это первые евразийские игры в Баку, где белорусская сборная завоевала 43 медали, 10 из которых золотые, а 4 золотых медали в копилку сборной Беларуси принесли спортсмены Гомельщины. Особо отличился Василий Кириенко, Маргарита Махнева и Марина Литвинчук, которая завоевала больше всех золотых медалей. Она две медали завоевала. Защищать честь Беларуси на предстоящей Олимпиаде будут и гомельские спортсмены. Выбор лучших из лучших еще продолжается, но на сегодняшний момент путевки на игры уже завоевали 12 атлетов. В академической гребле регион будут представлять Игорь Пашкевич, Инна Никулина и Станислав Щербаченя. В гребле на байдарках и каноэ сразу семеро спортсменов. Роман Петрушенко, Андрей Царикович, Павел Медведев, Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Надежда Лепешко, и Маргарита Махнева. В плавании выступит прославленный Евгений Цуркин. Олимпийское движение превратилось в самое популярное движение современности. И ни одно правительство, ни один государственный деятель не могут оставить без внимания этот факт. Спорт является своеобразным пластом национальной культуры, а чемпионы Олимпийских игр – национальное достояние. Мы рассматриваем спорт как важное общественное явление, как часть государственной политики, а Олимпийское движение – как важный элемент этой политики. Программа «Гомельский Олимп» пристально следит за жизнью наших олимпийцев. Мы подробно расскажем о том, чем живут ныне именитые спортсмены, как им удалось достичь небывалых высот, как они прославляют страну и саму идею олимпизма. Эти игры ценны своей редкостью. Лишь раз в четыре года появляется шанс побороться за звание легендарного спортсмена. Они воплощают в себе идею мира и справедливости. Звание олимпийского чемпиона никогда не употребляется с приставкой «Экс». Хотя бы единожды олимпийским чемпионом, ты всю жизнь будешь олимпийским чемпионом. Каким бы образом в дальнейшем не складывалась твоя жизнь и судьба, какие бы жизненные перипетии, и звание олимпийского чемпиона, спортсмены не имеют права лишить никто. Олимпийская идея направлена на сохранение равновесия между умом и телом, так как она концентрирует в яркий луч моральные ценности, необходимые для совершенствования человека. Так говорил в свое время барон Пьер де Кубертен, человек, благодаря которому возродились Олимпийские игры. И не согласиться с ним невозможно. Олимпийские игры – это не просто спорт. Это целый мир, который способен сделать любого человеком с большой буквы. Мы не устаем славить наших олимпийцев, рассказывать об их подвигах и говорить им спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова